Очередь за Цивильском. Сегодня в муниципалитете подвели итоги работы за прошлый год и обсудили задачи на перспективу. Район завершил череду отчетных собраний. Каких показателей добились местные власти и как будет развиваться экономика района узнавал Дмитрий Ковалев. Лучшие из лучших в своем муниципалитете. Награды от главы региона получили работники заводов, учителя и труженики села. Благодарность за вклад в развитие агропромышленного комплекса вручили директору предприятия Вурнарец. Она заработала на базе заброшенного колхоза и за короткие сроки завоевала статус крупнейшего в стране племенного завода по разведению гусей. Так, Вадим, сколько получается? 75-80. Ну, 75 идет средний. По-хорошему показать. У нас это тяжелый гусь, для тяжелого это норматив 65. За счет чего удается удерживать качественные показатели и не только удерживать, а даже улучшать динамик кормления, режимы. Ну, и режимы инкубации техника. Только в прошлом году на племенной фабрике вырастили более 190 тысяч гусят. Птицу реализуют в других муниципалитетах и даже за пределами республики. Растет спрос и на гусиные яйца. Руководитель предприятия уверен, что в ближайшее время удастся освоить новые рынки. У нас в поголовье родительского сада 22,5 тысячи гусей. Производительность где-то 650 тысяч яиц в год. Наша задача обеспечить нашим российским, отечественным, племенным материалам не допустить импорта. А в этой агрофирме сделали ставку на производство круп и комбикормов. Недавно здесь начали выпускать и хвойную муку. Этот продукт обогащен минеральными веществами и витаминами, которые необходимы животным для роста. В этом году намерены увеличить посевные площади, чтобы нарастить производство ячменя и пшеницы. Спрос на местные крупы повышается. Вообще сельхоз Отеросль является локомотивом экономики Цивильского района. Если на территории Цивильского района еще пару предприятий, которые будут представлены на федеральном уровне, это будет здорово вообще. Подобращаю внимание всех тех инициативных людей, это нужно делать. До конца года сельхозтоваропроизводители намерены реализовать в районе не менее пяти инвестиционных проектов. Расписаны поэтапный план по освоению залежных земель. По состоянию на 1 января 2017 года площадь необрабатанных земель в Цивильском районе составляла 2081 гектар. За 2016 год введено в оборот 1235 гектар при плане 600. В текущем году планируется ввести не менее 800 гектар необрабатанных земель. Глава республики указал местным властям на проблемные места. В районе ухудшается демографическая обстановка, а в отрасли медицины наметился кадровый дефицит. В недавно открытых ФАПах не хватает фельдшеров. Да, сегодня из 32 фельдшерских пунктов в 9 фельдшерских пунктах у нас нет специалистов. Все эти 9 фельдшерских пунктов обеспечены за счет совместителей. Два раза в неделю или три раза в неделю фельдшера с других пунктов приезжают по графику. Надо с места, значит, сейчас вы говорите по колледжам, кто учится на бюджетной основе, они все должны работать. Приоритеты перед местными властями глава республики расставил на рабочей встрече. Михаил Игнатьев призвал вести жесткую борьбу с должниками. От арендаторов муниципального имущества в бюджет района должны поступать миллионы рублей. К платежной дисциплине нарушителей необходимо приучать через суды. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.